всем привет друзья синелог 30 в этот раз у меня на обзоре это реально рабочая машинка я уже успел его облетать в съемке не сказать что коммерческой в съемке экшен на мероприятия там были bmx самокаты скейт и в общем аппарат реально годный и как дополнение к 25 ки он конечно подходит просто идеально почему как дополнение потому что в принципе летает он точно также круто все четко прогнозируемо никаких абсолютно претензий по сборке по настройке у меня нет но это дрон заметно мощнее чем 25 и это действительно важно для полетов на улице то есть он меньше боится ветра приори летает быстрее чем 25 может носить полную гупро я не буду этим заниматься потому что принципе он это не особо рассчитан потому что у него площадка которая крепится соответственно mount камеры она держится на четырех резинках если из полной гупро вы крашнетесь понятное дело эти резинки отстегнуться камера улетит в сторону ролик снят при поддержке магазина rcmodels.com.ua в идеале сюда конечно же ставить naked шестерку или восьмерку родная восьмерка у меня есть от гиперси но я ее по своей вине запорол недавно сейчас она находится в ремонте если не получится ее по-быстрому отремонтировать там скорее всего шлейф буду разбирать новую gopro 8 конечно картинка у gopro 8 значительно лучше чем у шестерки поэтому сейчас перехожу на них в общем летаю сегодня на этом трюк дюймовом синелоге он будет наваливать на все деньги посмотрим чем будет разница относительно синелог 25 подал питание и могу сразу кстати сказать что сейчас какой бы дрон под диджай впереди его не заказали у него будет в комплекте камера cadix polar по этой причине могу сказать что polar не является какой-то универсальной камеры в отличие от не было про у нее нет 120 fps fps режима то есть она работает только в high quality low latency режима у нее нет меня конечно это дико злит я ненавижу high quality режим 60 кадров за секунду и когда я снимал тот самый спорт на синелог 30 я даже сходу психанул и поменял камеру на прошку которая стала на 25 потому что лично я разницу между прошкой и polar замечаю новичок конечно эту разницу скорее всего не заметит как обычно полноценной пищалки на вупе нет поэтому пищит он только моторами можно конечно к этому привыкнуть но если я буду я наверно буду этот дрон оставлять на постоянную основу я туда все-таки припаял пищалку место для этого там есть погнали отличный звук нет никаких вибрации на газу весенние как это бывает на каких-то других дронах у той же бета-фпи есть реальные нюансы при том я когда делал обзор на 95 q не было никаких вибраций потом через время они появились возможно конечно с пропеллерами связано но здесь на тридцатке стоят обычные трехлучевые по-моему очки и пропы дрон летает просто супер прошит он у меня предустановками не cinematic а hd есть эти все предустановки у меня в telegram чате кому интересно летать так как летаю я на мягкости на cinematic съемки эти предустановки можно встретиться на у меня в telegram чате попросить или спросите в комментариях под роликом будем смотреть полетное время 850 аккумулятор я пока только кайфую от управления в принципе ладно если на low light летать как сейчас на закате солнце кстати где они тоже солнце да оно зашло вот сейчас к камере cadix polar ну наверное претензии у меня нет нормальная более-менее картинка 33 миллисекунды задержка летается окей главное моя претензия к этой камере когда ты летишь вперед все окей но когда ты начинаешь поворачивать поролы яв я чувствую смаз ну а сейчас понятно смаз будет априори любой камеры потому что солнце заходит но в яркий солнечный день я конечно на съемках этого спорта был неприятно удивлен работой polar потому что у нее нет 120 кадров за секунду хорошо как летает дрон на мощность а в принципе вот так вот вверх ушел просто как ракета вибрации никаких нет супер обалдеть чуть-чуть постараюсь полетать быстрее надо было конечно задрать немного камеру вверх для таких полетов но напомню что это у нас все таки больше дронщик под учебу под коммерческое видео под naked камеры под медленные плавные пролеты в том числе в помещении поэтому быстро летать ему не надо но как вы видите он это может с тяга здесь просто супер 25 конечно так активно не летал настройки просто идеально я ничего не крутил по пидом по фильтрам как видите 00 вибраций отличное приятное управление супер дрона я кайфую от камеры ну конечно 50 на 50 картинка у нее нормальная но то как она себя ведет на активных полетах мне не нравится ты когда начинаю так и бросайте стороны в сторону кроме мыла я ничего не вижу то есть такой дикий смаз строп идет тут я специально сейчас кручусь я реально деревья вижу только очень примерно на записи правда на дивер скорее всего этого не увидите потому что дивер диджаев пиви пишут 60 кадров за секунду хоть работала камера в 120 хоть она работает 60 полетное время с naked gopro родной восьмерочкой даже достаточно в активном режиме на съемках спорта вышло 7 минут на этом аккумуляторе может быть даже 7 10 7 15 это конечно просто какой-то нереально крутой результат с naked gopro и всякие айфлайты бета фпв конечно рядом не стояли у них за 6 минут с камерой выйти ну наверно просто невозможно я таких цифр никогда не видел протек примеру 35 с полной gopro летает 4 минуты 25 протек с полной gopro вообще никто не будет пробовать это не серьезно не верьте 25 к ну не должна полную gopro носить а с naked ну минут наверное 5 есть синелок 25 идеально сбалансированный хорошо летающий без нагрева моторов летает с naked gopro 5 с половиной минут у меня это конечно классный результат но 7 минут и 7 10 на том же конфиге на 850 аккумуляторе это конечно просто рекорд и ни один дрон под съемку с naked камеры у меня так долго не летал просто супер да как видите можно летать на поларе даже активно но лично я конечно не буду у меня есть прошка последняя как говорится прошка которую я где-то по-моему у кадикс купил потому что сейчас прошки нет и это конечно очень печально но прошка сюда так и просится я себе однозначно буду про ставить или диджай родную камеру алюминиевую хотя она конечно весит значительно больше так подлечу сейчас поближе звук у дрона очень приятный микроконтроль конечно тоже просто на идеальном уровне и конечно на этом аппарате вполне вполне можно снимать коммерческое видео как вы видите никаких сложностей с микроконтролем у него нет идеально держит высоту и просто нереально приятный в управлении дрон на минуточку полетное время близится к шести минутам я летал достаточно активно и я думаю что в таком режиме где-то 6 30 полетное время без гоупрошки будет дальше долетого не так активно в принципе уже 13 7 напряжение есть понемногу возвращаясь к месту взлета и скоро буду идти на посадку супер полетное время вышло не много не мало 6 20 ну я считаю для такого активного полета я реально не филонил не летал медленно 6 20 это очень хороший результат в общем подходим к выводу по данному дрону это идеально просто продолжение 25 серии дрон вышел максимально сбалансированным абсолютно никаких претензий по нему у меня нет я сюда поставил конечно же кроссфар сзади стоит новая кадиксовская нано антенна камеру я уже вам сказал буду конечно стараться поменять на прошку но новичку точно с поларом будет нормально я теперь это понимаю и как бы камера для недостаточного освещения как сейчас но лично я сравнил прошку с поларом прям такой какой-то серьезно разница между поларом и прошкой я не заметил качестве картинки при недостатке освещения поэтому честно говоря у меня большие претензии к этой камере но это уже касается производителя кадикс по дрону у меня никаких претензий нет а кто хочет увидеть разницу и сравнение с 25 серии переходим к обзору на столе и так друзья переходим ко второй части по 30-му синелогу поговорим об этом дроне поближе здесь некоторое время стояла камера кадикс не было про которую я снял с 25 синелога она идеальным вариантом считается для меня единственное что для обзора я все-таки вернул обратно полар камеру и свое мнение по камере кадикс полар я рассказал в первой части видео в данный момент на моем дроне стоит оригинальная диджей камера у меня было по крайней мере и откуда снять и считаю эту камеру просто идеально для любых задач но все-таки во время коммерческой съемки внутри нашего местного дворца спорта я столкнулся с темнотой я вообще не ожидал что они полностью выключат свет и конечно садиться пришлось только по вспышке мобильного телефона чтобы понять собственно где находится мой стартовый стол с которого я взлетал я летал в режиме low latency это 120 кадров за секунду и конечно есть небольшой лайфхак я позже установил режим на high quality то есть 60 кадров за секунду таким образом увеличил поступление света на матрицу практически в два раза и картинка стала заметно светлее здесь конечно бы пригодилась все-таки камера cadix polar но я не думаю что буду использовать хотя другой стороны в ближайшее время явно не будет каких-то солнечных дней а световой день становится все короче и короче поэтому cadix polar сейчас выигрыш однозначно недавно с друзьями летали и реально на поларе чем темнее тем больше заметна разница относительно диджай камеры и тем более камеры cadix nano далее переходим к осмотру дрона на столе итак 30 синелог это классический перевернутый синевуб который основан на карбоновой 3 миллиметровой раме пластиковых дактах которые можно менять по отдельности не меняя всю раму или половину здесь по периметру наклеен поролон и это действительно полезная вещь во первых сам дрон получает меньше повреждения во вторых прикрашив какие-то предметы на них не остаются царапины касаемо электроники здесь используются 1404 моторы силовая установка 3800 киви регулятор на 35 ампер технология bell heli s и f4 полетничек это все собрано на одной плате касаемо камер здесь обе камеры по традиции гиперси как они делают и в двадцать пятом синелоге установлены на софт-маунт это вся конструкция прилично может люфтить за счет этого на fpv камеру передается минимум вибраций на gopro конечно же тоже но не забываем что gopro использует real steady поэтому там в принципе не так важно использовать какой-то софт-маунт под gopro потому что real steady может убрать абсолютно любые вибрации с картинки касаемо крепления но идет завода очень удобно и также кабель питания под 6 8 gopro был припаян завода касаемо gopro друзья я летаю на ней достаточно долго и как вы слышали в первой части обзора она у меня была сломана на момент записи первой части видео сейчас я ее отремонтировал она обратно в работе здесь использую я инди фильтры от компании tbs точнее двухмиллиметровое стекло от tbs и 3d печать крепление на gopro 6 и 7 как обычно 3d печать можно заказывать у фармарка в украине кто хочет получить лучшую печать в украине обращайтесь ко мне в личку я дам контакт для того чтобы такое крепление установите на naked gopro на ней нужно разбить родной фильтр но я думаю у вас это очень легко получится потому что родной 16 фильтр реально долго не живет касаемо самой gopro всю информацию о ней я расскажу в отдельном ролике вернемся к дрону друзья крепление под naked gopro и кабель питания был в комплекте поэтому вам нужно только установить камеру на дрон и можно сразу снимать видео работает удаленное управление с помощью команды с пульта управления вы можете запускать и останавливать запись с вашей аппаратуры управления мне очень нравится возможность сложить одним движением камеру это удобно как для транспортировки так и для краше устойчивости камеры при каком-то лобовом столкновении между камерой и аккумулятором остается достаточно много свободного места поэтому при ударе реально есть шанс камере сложиться и не быть разбитой теперь по поводу аккумуляторов друзья сюда можно устанавливать два типа аккумуляторов на мой взгляд это рекомендуемые 850 и 650 аккумуляторы конечно же оба 4 баночные на 650 ки лучше летать в помещении хотя на улице тоже никаких проблем нет на 850 а можно реально по наваливать или получить достаточно приличное полетное время также могу сказать что липучка которая идет в комплекте позволяет сюда установить практически любой аккумулятор можно даже вот такую сборочку 4s 18 650 закрепить использовал нужный переходник или сразу спаять сборку под x-t30 таким образом можно получить какое-то дикое полетное время мне конечно это не нужно из моего опыта на аккумуляторе 850 можно получить порядка 7 8 минут полет на времени с naked gopro на 650 аккумуляторе полетное время может составлять 5-6 минут все зависит от нагрузки очень эффективные дроны и долголетающие получаются у компании гиперсик конечно же им за это большой зачет далее давайте друзья сравним с 25 синий логом вот такой внешний вид у этих двух дронщиков 25 уже давно у меня в работе за все время использования мною этого дрона я сломал только одну перемычку на дакте как-то даже не замечал что она сломана мне друг показал я после этого дакт поменял но в принципе даже со сломанной одной перемычкой никаких проблем не было собственно поэтому я ничего не замечал компоновка у них абсолютно одинаковая здесь только 1204 моторчики стоят здесь уже чуть побольше 1404 5 лопастные пропеллеры используются на двадцать пятки здесь трешечки пропы 3 лопастные 3 дюйма конечно же 30 и будет помощнее но опять же друзья напомню что под определенной задачи нужно брать определенное железо поэтому моей коллекции есть 25 для полета внутри каких-то минимальных по габаритам помещений 30 для полетов по большим помещениям и конечно же для полетов по улице и кому интересно друзья у меня также есть новинка это 35 синелог давайте с ним сравним сейчас 30 очку вот такая вот разница по габаритам до разница кстати достаточно прилично и этот дрон у нас мало того что под три с половиной пропеллеры соответственно дюйма и так еще и под 6-баночное питание в комплекте у меня по крайней мере идет аккумулятор 6 с 1100 его просто на заводе заказывал 60 30 разъемом смешной аккумулятор я не думаю что он будет прям сильно долго на нем летать но аккум правда реально легкий может быть вполне это будет разумным решением единственное что могу сказать друзья это так называемый тихий вольтаж аккумулятор я их не совсем люблю и в общем то в будущем скорее всего перейду на использование обычных 1200 или 1300 аккумуляторов тоже компании цены шель и конечно же сюда 1300 аккумулятор помещается без проблем но как обычно нужно будет решить вопрос с питанием потому что здесь завода x-ти 30 идет все такие силовые аккумуляторы используют разъем x-ти 60 вот такой вот внешний вид и сравнение габаритов всех трех дронов давайте узнаем вес 30 синего лога вместе с установленной камерой naked gopro его вес составляет 197 грамм для примера сама naked gopro имеет вес 28 грамм поэтому можете кому интересно уточнить вес отдельно дрона без камеры 25 синего лога весит 140 грамм и 35 синего лога весит 242 грамма я считаю что это очень неплохой вес как для такого большого дрона полный полетный вес 30 синего лога с рекомендуемым аккумулятором 850 миллиампер в час составляет 302 грамма то есть за пределах 250 грамм такая сборка немного выходит на 25 синего логе вполне реально получить полетный вес в районе 250 грамм и пару слов о комплектации комплекте этого дрона есть запасные поролонки если кто-то их повредит также есть два запасных пластиковых дакта это очень удобно есть комплект родных пропеллеров это очки и пропы эти 333 отличные пропеллеры но опять же за все свои полеты на синего пах я еще не убил ни одного пропеллера также есть трубочки для установки антенны какого-то неродного приемника есть 3d печатная защита на родную камеру cadix polar крепление приемника тебе с crossfire я же его просто приклеил и запасная прокладка под аккумулятор и запасная прокладка под нижнюю часть рамы принципе это действительно годная вещь потому что она немножко приподымает дрон над землей и у вас во-первых не бьется рамы во вторых пропеллеры будут находиться немного выше поэтому есть шанс взлететь даже с травы подходим к итогам конечно же у каждого дрона должно быть своя сфера применения и я считаю что универсальных дронов не существует конечно же на 30 очки можно учиться и позже снимать видео но для полетов внутри помещений при том внутри маленьких помещений я бы все-таки предпочел пользоваться снилогом 25 для полетов на улице тридцатка подходит без проблем но не забывайте что любые типы вупов очень плохо себя чувствуют при наличии среднего и сильного ветра если вам нужно летать на улице воспользуйтесь услугами с марта 35 это обалденный аппарат обзор на который я уже добавлял ранее честно говоря конечно у меня просто впечатлил своим огромным полетным временем на таком дроне опять же внутри помещений не полетаешь поэтому у любого дрона есть свои задачи и области применения как обычно никаких минусов по компоновке у компании гиперсия не нашел дрон летает завода просто идеально для себя лично я установил cinematic или hd пресс от ссылку на них если вам интересно можете спросить в комментариях под видео это не пиды это тип настроек которые могут сглаживать сигнал поступающий с аппаратуры управления делая управление дроном максимально мягким и плавным для съемки коммерческого cinematic видео кто хочет тоже установить эти прессы ты спрашивайте в комментариях под роликом я вам ссылку дам в общем друзья этот дрон конечно же мне понравился и однозначно я его оставляю в свою коллекцию он станет отличным дополнением для 25 синелога всем спасибо за внимание друзья с вами был евгений канал забастрию ссылка на этот дрон находится в описании под роликом если у меня будет скидочный купон я обязательно с вами им поделюсь не забывайте ставить лайк тем самым можете поддержать мою работу я потратил на этот обзор очень много времени протестировал дрон максимально разных сценариях использования летал на нем долго и делюсь своим опытом камеру cadix polar который идет здесь завода я бы все-таки советовал поменять на про или диджай камеру не забывайте что моего канала есть крупнейший telegram чат если вам нужны советы по подбору ремонту комплектующих или настройки дронов заходите в этот чат в telegram и там сидят реально крутые спецы которые могут вам с этим помочь также в телеге у меня есть дополнительный канал со скидками и купонами туда каждый день я публикую различные интересные предложения которые позволяют сэкономить при заказе fpv оборудование из китая все новинки по традиции попадают впервые мой инстаграм кто инстаграмом пользуются подписывайтесь на мою страницу буду рад вас там видеть и туда новости жизни моего канала попадают раньше чем на youtube советуйте какие-то модели интересные вам для новых обзоров увидимся новых тестах летать аккуратно не падайте до новых встреч а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...